Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Вот это волшебное время, когда мы наконец-то можем с вами расслабиться и поговорить на самую интересную для нас с вами тему. А что же происходит на финансовых площадках? А как там американская экономика? А что делается в Европе? Вот эти и другие вопросы сегодня в нашей программе. Итак, начинаем. Прежде всего я представлю своих гостей, очаровательных гостей. Сегодня в студии Елена Васильева-Корзюк, начальник аналитического отдела Акбарсфинанс. Добрый день, Леонид. И Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Олег. Ну что ж, друзья мои, тема программы, которую мы сегодня озвучиваем. Мировая экономика. Факторы за и против глобального роста. Да, вот такие вот, да, не более чем, не более чем замахнулись мы аж на мировую экономику. В конце концов, это в наших силах, как вы понимаете, в моей студии только лишь профессионалы. Значит, я напомню на всякий случай. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. Это возможность позвонить и задать свой вопрос или поделиться собственным мнением на этот счет. Также есть другой способ воспользоваться интернет-ресурсом, адрес которого финам.фм, написать, да, задать свой вопрос в письменном виде. Мы его озвучим и обязательно на него ответим. Вот таковы все приготовления. Последнее приготовление, значит, в 1506 в Москве. Картина маслом на этот момент, что происходит на финансовых площадках. Ну, я эту фразу заготовил заранее. Поэтому, простите, пожалуйста. Звучит это так. Несмотря на мерзкую погоду на московских улицах, на мерзкую погоду в Москве, рынки сегодня зеленее. У них весна сегодня. Весна, и так приятно на это, на все смотреть. Ну, начнем традиционно со вчерашней американской сессии. Американцы закрылись в плюсе. Процент Dow Jones, столько же S&P 500 и чуть больше NASDAQ. Все в зелени. Далее, азиатская сессия тоже сегодня позитивна. NASDAQ прибавил больше 2,2%, Шанхай Композит 1,5%. Красотища. В моменте наблюдаем, Европа торгуется позитивно. Ну, а наши ребята просто молодцы сегодня. Итак, индекс РТС на текущий момент прибавляет почти 3%. 1372 его текущая котировка. ММБ тоже не отстает. 2,5% 1371. Молодцы. Наконец-то, наконец-то. Смотрим на сырье и на Форекс. Бренд выше 100 долларов, что уже само по себе радостно. Полчаса назад я смотрел, даже 101,20 показывал нефть. Ну, естественно, мы как бы позитивно к этому относимся. С вами золото в районе 1420 за унцию. Евро-доллар, правда. Вообще, надо сказать, ну, я сегодня задам этот вопрос в том числе моим гостям. Вообще, надо сказать, как-то валютный рынок оторван на себя ведет. Оторвано от остальных площадок финансовых. Ну, в частности, евро-доллар в узком диапазоне движется уже несколько недель и как-то не реагирует. Да, ни на хорошее, ни на плохое особенно. Ну, может быть, в этом есть сермяжная, правда, жизни. Ну, и последнее. Основной набор российских голубых фишек сегодня в основном преимущественно в зеленом цвете, как я уже сказал, среди лидеров роста. Сразу же я отмечаю. Русгидро 8% в моменте. Северсталь 5%. Приятно даже произносить эти цифры. Банк ВТБ, акции обыкновенные, почти 4%. Газпром наше все забрался выше 120 и прибавляет почти 3%. То же самое Норникель, Лукоил. Прям расцеловать хочется. Ну, да ладно, я воздержусь и давайте начнем наш разговор. Напомню, мировая экономика обсуждается сегодня в эфире Сухого Остатка. Лен, тебе первый вопрос. Вообще, как ты, вот если в моменте сейчас, сегодня у нас 24 апреля 2013 года, как ты вообще оценишь эту самую мировую экономику? Буквально там некий срез. Ну, сегодня у нас все растет, как вы уже перечислили. Ну, я боюсь, что коррекция по нефти может оказаться незаконченной. И мы можем увидеть бренд в районе 90 долларов. То есть, то, что сейчас происходит, это коррекция, да? А коррекция от падения. Правильно я понимаю? У тебя такой взгляд? Ну, это такой временный отскок в рамках коррекции. То есть, я полагаю, что поскольку в последнее время макроэкономические новости как по США, так и по Китаю были гораздо хуже, чем ожидалось, соответственно, ну, скорее всего, более умеренно, чем ожидалось. Соответственно, со спросом на нефть пока не очень понятно, что происходит. И коррекция, я полагаю, что может дойти до 90 долларов за баррель где-то. А когда именно, конечно, сложно сказать, вот можем еще... Зависит от того, и какие данные в пятницу выйдут по ВВП США. Ну, в целом, в общем-то... Отметку какую мировой экономике по пятибалльной... Сейчас, по-моему, десятибалльной в школе уже, да? Нет? Ой, не знаю. Не знаете? Давно в школе не были? Ну, давай, как было раньше, в золотые детские, в золотые времена. По пятибалльной шкале какую отметку мировой экономики поставишь? Ну, зависит на какой срок. Сейчас, сейчас, вот сейчас. Я полагаю, что у нас теперь идет как бы период стагнации. И так на квартал особого роста во втором квартале не ожидается. Да, соответственно. Но во втором полугодии жду, что как нефть, так и рост экономики и по крупнейшим странам и по России будет гораздо лучше, чем во втором квартале, соответственно. Я понял, я понял. Наташа, что ты про мировую экономику скажешь? Ну, если ее оценивать, я бы, наверное, поставила троечку. Троечку, да? Ну, удовлетворительно. Ну, то есть, в принципе, сейчас мы, как сказать, я не вижу каких-то острых кризисных явлений, да? Ну, не считая еврозонов, которые в такой умеренной рецессии, к которой все, в принципе, морально готовы. Ну, вот вчера, в частности, да, у нас выходили, да, PMI и Германия разочаровал, еврозоны в целом разочаровал. Ну, Франция там, я не знаю уж, насколько это убедительно. Ну, вот по PMI, кстати, интересно то, что, несмотря на провальную Германию, да, которая вышла ниже 50 пунктов, показала сокращение экономической активности в стране впервые, там, за 5 месяцев, сводный индекс по еврозоне вышел на уровне ожидания. То есть, на мой взгляд, это говорит о том, что по остальным странам, которых мы не видели, там, Италия, Испания и так далее, индексы вышли, в принципе, ну, неплохие, да, там, может, даже чуть получше, где-то, как Франция. Вот, ну, то есть, да, по еврозоне пока вот эта вот идея с улучшением ситуации в экономике, которая была в первом квартале, она сейчас себя не оправдала. То есть, мы видим, что еврозона замедляется, США замедляется, но остается там на умеренных темпах роста 2%, Китай, опять же, замедляется, но и снова это экономический рост, вот, и 7-8% это достаточно впечатляющие цифры даже в этом диапазоне. Вот, таким образом, ну, удовлетворительно, да, то есть, нет суперроста какого-то, идет умеренное плавное замедление пока. Но, опять же, каких-то там драматического развития ситуации тоже, мне кажется, ждать не стоит, да, ждать не стоит. Усугубление европейское. В базовом сценарии, да, то есть, если мы не ожидаем каких-то там черных лебедей, вот, то, в принципе, к тому, что в европейской экономике все будет печально в этом году, все готовы, и ЕЦВ готов, и там... В ценах уже это, да? В ценах это уже, да. А почему, кстати, вот евро-доллар не реагирует, да, на статистику из Европы? Ни на хорошую, ни на плохую. Ну, правда, вчера дернулся, да? Да, я очень ожидала. Он ниже 30 там постоял немножко и вернулся, и сегодня вот... Сегодня тоже пытался. Ниже 1,30. Лен? Ну, скорее всего, ждут решения, и у нас, не у нас, ЕЦВ заседает на следующей неделе, соответственно, перспективам по ставкам, обещания в краткосрочном плане или ближе к концу года снижать ставки, пока неизвестно. И еще... Кстати, если говорить о ставках, вообще, вот, ты как оцениваешь вероятность снижения ставки? На ближайшем заседании вряд ли, а вот во втором полугодии, в случае дальнейшего ухудшения, там, по Франции, например, я полагаю, что не исключено снижение ставок. Поможет это? Наташа? Поможет, конечно, вряд ли, по-моему, сами члены ЕЦБ уже неоднократно говорили о том, что, в принципе, ставки на денежном рынке там сейчас и так около нулевые в Европе, поэтому, ну, снизят еще там, ну, там, какие-то десятые пункты. Вот. Они это понимают, ну, просто исходя из логики, то, что инфляция у них замедляется, экономика замедляется, и банк должен реагировать, он должен снижать ставки, да. В какой момент они захотят это сделать, там, в этом месяце, в следующем или, там, к осени, это уже другой вопрос. Ну, и вот еще тебе тоже этот вопрос. Почему, как ты считаешь, евро-доллар не особенно реагирует, ну, не особенно печалится по поводу плохой статистики, да, ну, вот, реакцию вчера видели. Вот я ждала, конечно, более, как сказать, значимой реакции по евро-доллару. Ну, на 1,28, да, все говорят, надо сходить на 1,28, там, поддержка, там, какие-то. Потому что, ну, действительно, по еврозоне мы видим данные плохие, как бы, ЕЦБ должен, ну, по идее, когда-то снижать ставки, по крайней мере, все так складывается. Что тоже, да, логично будет давить на евро. Опять же, давить на евро-доллар, мне кажется, он сейчас удерживается за счет общего позитива на рынках, то есть, если мы посмотрим на доходности по облигациям, там, Италия, Испания не выходит на минимум, просто Италия вышла там ниже, ниже, скольки там, 3,99, да, по-моему. Там что-то 2 было уже с чем-то, вот, последнее размещение. То есть, ну, доходности показывают наличие большого спроса на активы этих стран, соответственно, растут рисковые активы, растут фондовые рынки, естественно, евро-доллар как индикатор тоже такого риска доходности. Ну, как минимум, да, не падает. Как минимум не падает, да, то есть, поэтому, мне кажется... Кстати, вот по поводу риска, да, все-таки сырье подкачало немножко, да, Лен? Вот если бы сырье еще взяли бы и подняли, тут же бренд на 110, вот тогда бы народ обрадовался. Ну, к сожалению, там по сырье еще не такая уж позитивная статистика. Я смотрела недавно данные по импорту. По запасам, конечно? Ну, не только по запасам, в общем-то, в последнее время данные по Китаю почему плохие, да, рост у них там есть, рост 77%, 8%, но последние там два месяца импорт нефти в Китай очень сильно упал, и пока неизвестно, какая будет тенденция на будущее, потому что Международное энергетическое агентство закладывает немаленький рост, который компенсирует снижение спроса в Европе. Еще раз, Международное энергетическое агентство закладывает рост цен, рост спроса на нефть в Китае. В Китае, ага. Да, который нейтрализует снижение спроса на нефть в Европе. Хорошо, мы сейчас прольем всю эту интересную тему, продолжим ее после новостей. Сейчас новости на Финам.ФМ. Итак, продолжим наш эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Елена Васильева Корзюк, начальник аналитического отдела Акбарсфинанс, и Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка. Мы говорим сегодня на тему мировой экономики. И теперь, уважаемые дамы, самое время, собственно, я вот приготовил уже списочек, самое время озвучить факторы «за» и «против» глобального роста, на что мы все же где-то под сознанием надеемся. Ну, хотелось бы, по крайней мере. Наконец, хотелось бы, чтобы закончились все кризисы, наконец, хотелось бы, чтобы началась счастливая жизнь. И вот с этой точки зрения как раз давайте и определимся. Ну, во-первых, «за» глобальный рост. Что может дать ему толчок, к этому росту, Лен? Наконец, хотелось бы услышать, как будут решать проблему с госдолгом США и как сделать так, чтобы одновременно стимулировать инвестиции, стимулировать рост в краткосрочном плане, не угрожая при этом стабильность мировой экономики в долгосрочном плане. Наконец, хотелось бы услышать, как в Европе с такими раздутыми бюджетами смогут дальше помочь своей экономике. Поскольку мы уже говорили, что монетарная политика свои инструменты в значительной степени уже исчерпала. Теперь дело за правительство стран, дело за ЕЦБ с единым банковским регулированием, дело за большую интеграцию. Ну, смотри, начнем по порядку. Хотела бы услышать, как решится проблема госдолга США. Мы это услышим в мае месяц уже, да, Наташа? Какие там ожидания? В лучшем случае. Либо будет продолжаться, да, эта эпопея? Я думаю, что учитывая опыт предыдущих лет, когда они, в принципе, спокойно нарушали все сроки, американцы, я имею в виду, и продолжали дискуссии до сентября и до октября, уже до начала самого фискального года следующего, да, в принципе, сейчас ситуация может растянуться, на мой взгляд, точно так же на лето. То есть будет похожий? Да, будут продолжаться дебаты агрессивно, но как бы... Ну, я не думаю, что они вот прям сейчас смогут... Это было бы прекрасно для рынков, если они приняли бы решение в мае относительно... То есть это был бы фактор как раз за, да, если бы решение было принято, причем, ну, как бы, история подсказывает, что решение-то однозначное, что они могут сделать? Кроме того, как не поднять потолок. Мы сейчас... Ну, потолок, да, понятно, что поднимут. Мне кажется, интереснее будет сама суть сделки, как они будут проводить дальнейшее сокращение дефицита бюджета США, за счет каких мер. То есть тот пакет, который предложен республиканцами сейчас, он требует, там, сокращение, по-моему, на 4-6 триллиона долларов за 10 лет расходов США, соответственно, для экономики это будет крайне негативно. Я думаю, если этот сценарий пройдет, то рынки не воспримут позитивную сделку. Но, с другой стороны, вероятность принятия этого пакета такого, она откровенно мала, конечно. Я думаю, все-таки это будет компромиссный вариант и достаточно приемлемый для рынка. Ну, то есть мы не увидим рост госрасходов, но в целом экономика США сможет адаптироваться к тому уровню сокращения, ну, я надеюсь, которое заложит власти США. Хорошо, хорошо. Ну, вот, собственно, это один из факторов. По поводу монетарной политики, да, ты начала говорить. Хотелось бы услышать, чтобы что? Чтобы уже определились. Будут дальше деньги печатать, не будут? В этом смысле? Нет, ну, на самом деле, с печатанием у них все хорошо. Хорошо, да. Печатают и печатают каждый месяц. К сожалению, я, как обычно смотрю, обычно со стороны рисков, то есть мы надеемся, что они достигнут до компромиссного решения, а как-то позиции очень полярные с двух сторон. Одни говорят, что надо налоги обязательно повысить, а вторые, а никак расходов не сокращать, а, к сожалению, путь как-то посередине находится. И, ну, вопрос с долгом, это только инструмент в этом направлении, и то один такой бессмысленный инструмент, который создает волатильность на фондовом рынке, а сам по себе смысла не имеет, потому что сначала голосует бюджет, они расходы утверждают, а потом вдруг оказывается, что их как бы финансировать надо, какая неожиданность. и приходится при этом долг увеличивать. Поэтому я полагаю, что с долгом в этот раз как-то должен более долгосрочный, ну, с порогом, то есть не решать на два месяца, на три месяца увеличивать, а тот бессмысленный порог, который ставится, уже в свое время он утратил. Хорошо, хорошо. Так, теперь дальше мы идем в разговоре о монетарной политике. Ну, давай вернемся к Европе. А что там должно произойти, Наташа, на твой взгляд, чтобы, опять-таки, это стало толчком некого глобального роста? Ну, на самом деле, монетарная политика в Европе, мне кажется, сейчас в достаточно неплохом состоянии. То есть, в принципе, да, мы ждем от ЕЦБ снижения ставок в каком-то обозримом будущем. По поводу печатения денег, ну, ЕЦБ уже давно не участвует, да, в открытых аукционах на рынке. Относительно помощи Испании мы видим, что сейчас страна прекрасно размещается, мы говорили об этом, что доходности снизились, и вмешиваться в эту ситуацию ЕЦБ тоже, собственно, нет никакого смысла. На денежном рынке ставки остаются низкими, поэтому я не думаю, что сейчас ЕЦБ начнет какие-то агрессивные меры, аналогичные ФРС. То есть, ну, мне кажется, сейчас уже неоднократно об этом говорилось, и представители денежных властей говорили, что сейчас мяч на стороне политиков. То есть, они должны уже решать, что делать с бюджетами, как стимулировать экономический рост. Денежные власти, в принципе, свое дело сделали. Ну, в Европе, на мой взгляд. Я понял. Об этом, да, как раз шла речь, когда ты вспоминала политиков? Что они должны сделать-то в конце концов? Ну, да. На самом деле, там еще и... Почему нельзя... Почему, на мой взгляд, вряд ли в ближайшее время ЕЦБ будет принимать очередной раунд, то есть очередной транш длинных кредитов выпускать? У нас теперь нет той ситуации, которая была в начале 2012 года, когда в банках были большие погашения. Поэтому нет смысла для нового накачивания экономики деньгами там. Не очевидно. Не очевидно. Ну, а если вернуться все-таки к политикам, ну, очевидно, да? И тем более мы слышали, по-моему, и Бернанки уже это произносил, да? Что, естественно, в руках Федрезерва есть какие-то, да, рычаги? Но, в принципе... Совершенно верно, да. Принимать решения глобально должны политики. Вот если говорить о политиках Евросоюза, во-первых, кто эти политики? Желательно по фамилиям, да? Это шутка. Конечно, без фамилий. Ну, и что в конечном итоге они должны сделать? Опять мы возвращаемся к некому фискальному союзу, да, который... Ну, на пути к которому сейчас Европа замерла, но, по большому счету, ничего не решилось. Или, может быть, действительно, я не знаю, ну, такие полярные мнения, по-моему, в Сорос по этому поводу, да, некоторое время сказано, Германия должна выйти из еврозоны, и тогда все будет хорошо. Да. Вот что, Лен, как ты думаешь, что должны политики сделать, что должны они предпринять? На твой взгляд. На самом деле, там ситуации в разных странах совершенно разные, поэтому общий рецепт, общий рецепт, что сделать политикам в еврозоне, он не существует. Да, потому что, например, имеется Германия, которая там реструктурировала социальные обязательства, уже начиная там с 2002, программа 2010, я не помню в каком году, наверное, в 2000 году была, программа 2010, которую они запустили по сокращению пособия по безработице, по реструктурированию социальные сферы, в общей сложности. То есть они еще тогда начали затягивать поезд, да? Ну, вообще, при структурировании оно смотрит как бы и в долгосрочном плане, там не делается, когда уже кризис грянет, а стимулы надо обдумываться ранее. Вот теперь имеется Франция, в которой госрасходы занимают 55-56% ВВП, и Германия, в которой они в районе 40 с небольшим. Соответственно, масштаб для Германии по стимулированию один, для Франции он уже как бы и совсем его не видно. Поэтому очень разные ситуации, и выводы для руководства Франции были бы одни для Германии. — Понятно, понятно. Но если все-таки говорить о неком союзе, да, есть же один какой-то или несколько, по крайней мере, органов, которые могут корректировать положение всех стран в еврозоне, вот если говорить о его действиях, Наташа. — Ну, по поводу союза, совсем недавно Ангела Меркель как раз сказала, что национальным правительствам надо быть готовыми к тому, чтобы поделиться властью с регулирующим органом в еврозоне в целом. То есть тренд, по-моему, на их интеграцию сохраняется. Насчет общих рецептов. Действительно, они очень тяжелые. Я бы не хотела сейчас оказаться на месте европейских политиков, потому что, с одной стороны, они видят сохраняющуюся слабость экономики, они точно так же понимают, что необходимо как-то стимулировать экономический рост, стимулировать занятость. Недавно даже политики Германии Шойбли, по-моему, говорил, что безработица в Испании среди молодежи 50% — это ненормально, мы должны что-то с этим сделать. Но, с другой стороны, они же сами последние годы борются с раздутием бюджетных, раздутием госрасходов, которое повергло Европу в такое плачевное состояние, особенно отдельные страны Европы. И фактически они себя сами связали тем, что они не могут наращивать дефициты бюджета, чтобы опять не оказаться в этом кризисе. То есть, на мой взгляд, сейчас европейские политики будут старательно тянуть время и надеяться на то, что экономика хотя бы начнет стабилизироваться. Благодаря тому, что финансовые рынки у нас в Европе как-то более-менее стабилизировались, банковский сектор работает в штатном режиме, есть какое-то там кредитование, тем не менее, банки покупают облигации, банки кредитуют друг друга. То есть, будут выжидать и надеяться на какой-то экономический рост, потому что в целом у них, конечно, не так много инструментов общих. И, может быть, какие-то мелкие инфраструктурные проекты, если получат. Но там, по-моему, совершенно небольшие суммы озвучивались. То есть, это не аналог Америки. Ну, это просто, да, как бы сделать вид, что что-то происходит. На самом деле, лучше не трогать. Может быть, оно само все. Ну, я боюсь, что само все, банковский союз, без фискального союза уже модель это исчерпан. И как модель редистрибуции из более благополучных к менее благополучным каким-то образом, и общий контроль над финансами, он постепенно будет вырабатываться. То есть, подождать, пока все это само 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 само. Это уже не работает. Ну, да, теперь у нас интеграция идет очень-очень медленно. И чревато это новые вспышки то Гретья, то Португалия. А, кстати, вот нет смысла рассмотреть в очередной раз, сейчас как-то эта тема уже не обсуждается достаточно давно, выход какой-то страны из еврозоны. Или, может быть, нескольких. Может быть, это упростило бы жизнь. Ну, тем, кто остается в Евросоюзе, ну уж и тем более тем, кто из него выйдет. Как ты думаешь, Лен? Нет, это уже не актуально. Помните, мы несколько лет назад, горячо, в каждую программу практически, здесь в том числе обсуждали вариант выхода Греции из еврозоны. Этого не случилось. Ну, потом вариант выхода Кипра. Этого не случилось. Может быть, и зря. Хорошо, у нас сейчас еще небольшая пауза. Мы послушаем новости на Финам.ФМ. Потом продолжим разговор. Ну что ж, продолжим. Продолжим сухой остаток на Финам.ФМ. Значит, сегодня в гостях представлю еще раз Елена Васильева Корзюк, начальник аналитического отдела Акбарсфинансы, Наталья Ишилова, главный аналитик Бинбанка. Говорим мы сегодня на тему мировой экономики, ищем факторы за и против глобального роста, очень на него надеясь при этом. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вообще, интересно было бы, ну и ваше в том числе мнение услышать, есть ли надежды на этот самый глобальный рост. Ну, хотя можно использовать банальные фразы, отговорки, что надежды умирают последней, да, надежда умирает последней. Итак, в поисках факторов за и против глобального роста я прошу, уважаемые гости, посмотреть теперь на Китай. Мы уже о нем чуть-чуть поговорили, собственно, в связи с динамикой цен на сырье, да, и в то же время, некоторое время назад, да, полгода назад, может быть, когда Китай все еще показывал позитивные, да, позитивные статистику достаточно уверенную статистику, мы произносили фразу, что Китай может быть локомотивом роста для мировой экономики, он, собственно, из рецессии сможет ее вытянуть. Сейчас, видимо, эти надежды несколько, Наташ, несколько улетучились, мне так кажется, нет? Ну, я думаю, что говорить о том, что Китай является локомотивом или может им стать в ближайшие годы, это все-таки преждевременно, потому что по объемам экономики он не сопоставим ни со Штатами, ни с Еврозоной, и его основное отличие от этих развитых стран в том, что он все-таки ориентируется на внешние рынки, его рост обеспечивается, рост США и Еврозоны. Внутренний рынок Китая, власти делают все, на самом деле, на мой взгляд, ну, очень многое, что в их силах, чтобы как-то переключиться на себя, на внутренний спрос, но пока по объемам экономики он остается все-таки значительно... В общем, объемы уже сопоставим, а вот на душу населения нет. Ну, видимо, да, об этом и речь. Да, дело в том, что... ВВП на душу населения? Как бы Китай, получается, у нас, чтобы стать все-таки движущей силой для всего мира, то есть мы как только видим ослабление спроса страны и его торговых партнеров, да, то есть у Китая тут же идет просадка по экономике, замедление темпов роста, то есть он не... Это, как сказать, это не закрытая система, как США, например, они могут там как-то сами балансировать, сами стимулировать свой рост. Китай, к сожалению, нет. Поэтому он будет поддерживать экономический рост, да, он будет... Он уверен на траектории роста, но всю мировую экономику Китай пока, к сожалению, не в состоянии вытянуть. То есть вот эта взаимосвязь все-таки, она не в пользу Китая, он зависим во многом, да, от развитых стран, а не наоборот, они от него. Да, да. Ну, в значительной степени, да, он зависим. При этом теперь в этом году столкнется и с конкурентной девальвации Японии, потому что они в какой-то степени конкурируются за экспорт в Европу, США, то есть имеем с одной стороны дешевеющие иены и китайский юан, который более-менее привязан к доллару. То есть получается, что надо переориентировать свою модель с внешним, с экспортно ориентированной на внутренний спрос, а это в течение там, они уже пробуют многие годы. Уже несколько лет это постоянно выставляется как цель власти Китая, но пока что... Пока не получается, пока не получается. Ну, это, видимо, нелегкая задача, во-первых, переориентировать экономику, да, в принципе, да, с одного вектора на другой, а потом за счет чего, Наташа, если и говорить о внутреннем спросе в Китае, да, который сможет поддержать, да, ВВП там на уровне, ну, не двузначных пусть, но на уровне там 7-8 в квартал, за счет чего? Ну, Китай у нас является развивающейся страной, в которой есть колоссальный запас прочности по поводу развития благосостояния собственного населения, да, то есть население живет бедно, массовые части до сих пор, несмотря на такой промышленный ревок в деревнях, там, рядовые китайцы работают за какие-то там совершенно копеечные зарплаты, на наш взгляд, и есть потенциал того, что страна будет развиваться, развивать свою инфраструктуру, развивать свои города, население будет богатеть, население будет предъявлять больше спрос на, там, свои же товары, и, грубо говоря, за счет этого внутренний спрос будет поддерживаться, то есть если мы посмотрим на ту же самую недвижимость в Китае, там, государство очень сильно борется с ростом цен на недвижимость, потому что ситуация такова, что население постоянно предъявляет спрос на улучшение жилищных условий, там, в наиболее интересных городах, и запас прочности у них достаточно большой, то есть если смотреть вот по ВВП на душу населения. Ну, то есть есть потенциал для внутреннего спроса есть? Просто это, видимо, дело небыстрое. Ну, к сожалению, да, когда вся экономика затачивалась под то, чтобы поставлять ресурсы или товары в какие-то другие страны, и население, собственно, за счет этого жило, сейчас не так много китайских людей могут себе позволить, там, те же самые товары, которые массово производятся в Китае в таком количестве, да, как там позволяют себе... То есть уровень дохода еще не соответствует. То есть да, постепенно это будет выравниваться, к этому идет, но процесс этот все-таки длительный. Лена, кстати, если говорить опять о потенциалах Китая, наблюдается в последнее некоторое время, наверное, да, вот эта переориентация развитых экономик, которые когда-то искали дешевую рабочую силу в странах Юго-Восточной Азии, в Китае в том числе, но, видимо, ситуация несколько изменилась, и это самое дешевизно уже не удовлетворяет, да, и в поисках нового, так сказать, нового места применения, да, уже Китай не не становится в выбор. Ну, пока что большой отток оттуда не наблюдается. Пока не наблюдается, да. Я лично, на самом деле, статистику такую не видела, чтобы кто-то перенес обратно производство. Я полагаю, что... То есть об этом рано говоришь. Разрыв весьма существенный сохраняется, поэтому вряд ли и быстро все будет перенесено обратно. А по поводу внутренних факторов, ну, в Китае там теперь спрос на здравоохранение, соответственно, растет. Растет, предположительно, может вырасти у них образование, туризм и всякие секторы услуг, которые на самом деле до этого, ну, было... В зачаточном состоянии. Я не скажу, далеко от мировой стандарта. То есть, в принципе, если опять, да, говорим о потенциале, потенциал этот существует. Хорошо. Давайте, наверное, самое время сейчас, да, в разговоре о мировой экономике перенестись поближе к нам, вот, посмотреть, а как Россия себя будет чувствовать в поисках этих самых факторов за и против. Ну, первый вопрос такой, Наташ, она может, вообще, Россия каким-то образом, ну, если не противопоставлять себе мировой экономике, понятно, что вряд ли, да, в глобальном мире мы можем себе этого позволить, но иметь собственные идеи для роста или все-таки мы по-прежнему будем зависеть от стоимости сырья, от внешних факторов, от того, как живут остальные в этом мире, как ты думаешь? Ну, теоретически, конечно, да. Да, теоретически у нас также есть огромный внутренний рынок, население, которое, в принципе, сейчас далеко тоже от мировых стандартов жизни, развитых стран, и там еще потенциал роста спроса страны населения. Далеко, вот, по уровню доходов, да? По уровню дохода, да, то есть по росту благосостояния, то есть среднестатистическая российская семья, в принципе, может позволить себе, ну, как потребитель, с точки зрения потребления, может позволить себе дальнейший рост, им есть куда расти, вот, но с точки зрения текущей структуры экономики, Россия, конечно, очень сильно зависима от состояния внешних рынков, и внутренние факторы роста, они сохраняются, но не могут пока, опять же, как, наверное, как в Китае, переключить на себя весь экономический рост страны. То есть, мне кажется, показательное очень совещание у Путина, которое было, когда, в принципе, озвучили, что основные проблемы сейчас приходят не с внешних рынков, потому что там ситуация, ну, более-менее стабильная, она не супер благополучная, но она остается стабильной, а вот именно внутренний рост начинает буксовать даже на таком умеренном внешнем фоне, скажем так. Ну, в любом случае, если говорить о потенциале роста российской экономики, ну, предположим, да, или потенциале, в принципе, какого-то роста в России, мы называем, да, у нас есть какие-то внутренние факторы, но они вряд ли заработают, если не будет благоприятного внешнего фона, да, то есть опять мы связываем, да, российский рост с мировым. Ну, связываем, да, дело в том, что, мне кажется, внутренний фактор сейчас в состоянии обеспечить 2-3% роста российской экономики, вот, без, ну, если без учета внешних факторов, там даже при, там, какой-то стагнации внешнего спроса, да, просто вот это вот фундаментальный уровень, которым, в принципе, экономика российская может позволить себе рост. Ну, если мы сравним, сравним это с развитыми странами, да, мы получим то, что это рост экономики США 2-3%, то есть для нас это мало, ну, как бы, если мы хотим как-то догонять и улучшать, то для нас это мало, вот, но фундаментально, да, 2-3% роста, я думаю, что именно за счет, да, внутренней силы, что называется. Лен, как ты видишь перспективы российской экономики? Ну, я на самом деле не думаю, что 3% роста это так плохо, и думая, как его улучшить, может, на самом деле, иногда сделать больше вред, чем пользу принести, потому что если, на мой взгляд, лучше работать в плоскости прогнозируемость, улучшение прогнозируемости налогообложения, вот сохранение траектории снижения инфляции, чтобы компании могли сами спрогнозировать свои денежные потоки и, соответственно, принимать на себя какие риски по инвестиции, если улучшение в такую плоскость, то, да, это, конечно, позитивно было бы, если знать, какая будет там пенсионная нагрузка, то есть отчисление в пенсионные фонды. Ну, сейчас активно над этим работают, у нас продолжаются пенсионные реформы, как известно. Да, сначала одна модель, потом вдруг решается, что это будет плохо. Нет предела совершенства. И, может быть, на самом деле, наоборот, вот именно такие неизвестности, они как бы... Ну, смотри, неизвестности, понятно, но, с другой стороны, чтобы неизвестность стала известной, надо что-то сделать, а если стоять на позиции, ребят, давайте не будем ничего менять, как бы хуже не было. Ну, вряд ли... Просто решения должны приниматься от перспективы, вот мы сейчас бюджет вот так сверстаем, а в следующем году, ну, подумаем, как получится. А там будет видно. Именно прогнозируемость, она очень важна и для того, чтобы инвестиционный климат улучшился, и на самом деле предприниматели сами делали свое дело. То, что конъюнктура, ну, да, зависимость от конъюнктура никуда не денется. Если, как бы, спрос на нефть снижается, то надо стоять особо. Да, да, да. Даже если будут огромные желания, даже возможности улучшить что-то внутри России, да, при нефти ниже 90 долларов, это будет крайне сложно делать. Наташа, возвращаясь вот к разговору о российской экономике, какие перспективы ближайшие у тебя? Какие ты видишь? Ну, в принципе, наверное, я их озвучила, что это порядка двух, в лучшем случае трех процентов внутреннего роста, остальное мы уже будем зависеть от роста внешней конъюнктуры, то есть стоимость на нефть и ресурс, который, собственно, мы никак не контролируем, мы не определяем его стоимость, да, мы получаем по факту. Вот, соответственно, если мы посмотрим на тот же самый рост розничной торговли, он идет, в принципе, в два раза выше, чем рост ВВП, то есть население с удовольствием берет розничные кредиты, которые выросли на 40%, тратит эти деньги, покупает товары. Я тут пару недель вынужден, да, по выходным был, вынужден пару недель по выходным выезжать за МКАД на МКАД, это что-то, это что-то, просто вот те самые выезды, да, которые ведут к крупнейшим торгам, они просто блокированы, то есть народ активно едет тратить деньги, видимо, у них их много. Ну, если мы посмотрим на доходы, то не так уж и много, но вот кредитная составляющая этого роста розницы, она очень большая, потому что при том, что экономика растет там на 3,5% в прошлом году, а розничное кредитование растет на 40%, допустим, необеспеченное розничное кредитование, вот эти вот микрокредиты, грубо говоря, да, и кредиты, которые там даются под 60%, они выросли на те же самые 60%, это как бы, наверное, ну, не очень нормально, то есть население готово... Это совсем ненормально, во-первых, это очередной пузырь, видимо, надувается. К сожалению, да, и, ну, мне кажется, Банк России это понимает, они этим озабочены, да. Ну да, он пытается притормозить, притормозить эту активность. Вот, опять же, он пытается притормозить ее так, чтобы это не повлияло, наверное, на все-таки экономику. Все остальное, да. То есть все-таки, как бы сейчас... То есть парадокс какой-то наблюдается все же, да, вот... Ну, безусловно, то есть я хочу сказать, что внутренний спрос у нас есть, он сильный, население готово занимать, готово тратить, это не то, как в США, и как в еврозоне, да, сейчас. Вот. Ну, тем не менее, тут надо тоже найти какой-то вот баланс, вот этот рост внутренней компоненты. Опять говорим, что политикам, да, и руководителям нелегко живется. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о мировой экономике, определяем факторы за и против глобального роста. В студии Елена Васильева Корзюк, начальник аналитического отдела Акбарсфинанс и Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка. И, собственно, мы сосредоточились уже в этой последней части на ситуации в российской экономике. И давайте два слова, а то и три слова упомянем. Ситуацию на российском фондовом, в частности, рынке, ну и на валютном в том числе. Лен, как ты оценишь вообще потенциал российского фондового рынка вот в сфере, в свете всего того, о чем мы сегодня уже упомянули? Ну, в силу того, что я ожидаю более сильного второго полугодия по росту в ЭПРС и в силу того, что у нас прогноз по нефти, Brent где-то в районе 108 по итогам года. То есть у нас перспективы роста. Я жду рост, но, правда, в краткосрочном плане я вижу продолжение коррекции. Еще падение будет какое-то, да? То есть если мы по курсу рубля, у нас теперь есть риски ослабления некоторого ослабления рубля вплоть до 33, то я к концу года жду восстановления рубля в районе 30,5-31. 31-30,5. Я понял. А вот это, кстати, достаточно волатильное такое предсказание. Вот это вот падение, ослабление рубля, падение еще более глубокое российского фондового рынка. Это в пределах второго квартала, я так понимаю, да? А с начала третьего уже как-то... Ну да, традиционно. В мае это... Да, еще в мае надо попадать, надо отметиться будет, да? Ну и нормально. Все же разъезжаются, да, все по отпускам, все загорать. Торговать особо некому, поэтому и падаем. Наташа, как ты оцениваешь фондовый рынок и рублевую историю? Ну, фондовый рынок российский мне сейчас, если честно, не особо нравится, несмотря на то, что сценарий в каком-то апокалипсис, это как бы не является базовым, да, я не жду какой-то там сумасшедшей коррекции, но мы видим сейчас, что мы видим замедление роста экономики, которая... Да, я соглашусь, что там во втором полугодии я жду повыше темпов роста, чем вот мы видели за первый квартал, вот, но тем не менее мы не видим какого-то существенного улучшения внешней конъюнктуры, да, то есть цены на нефть в лучшем случае останутся там где-то в районе 105 долларов за баррель, да, то есть это стагнация фактически, в худшем случае мы можем увидеть некоторую просадку там к уровню 90 долларов за баррель, что опять же для российской экономики фондового рынка это не будет позитивом, вот, то есть, ну, на фондовом рынке я бы сейчас, наверное, не была оптимистом и особо там не предпринимала каких-то активных действий. Вот если сегодняшний даже день, да, он такой яркий, он такой зеленый, такой светлый и цифры такие хорошие, все это ненадолго, я так понимаю. Ну, я думаю, что да, сейчас это все-таки связано как-то больше с внешними рынками, если посмотреть на внутренние факторы роста фондового рынка, то, мне кажется, наша экономика сейчас проигрывает другим развивающимся рынкам для глобальных инвесторов. Развивающимся в том числе, да, уже не говоря о развитых. Да, и поэтому это приводит к оттоку инвесторов с нашего рынка, да, несмотря на то, что в принципе никакой катастрофы не произошло, и у нас идет рост экономики, цены на нефть 100 долларов, а тем не менее, вот по отчетности мы видим, что там последний месяц вводит, вводит, вводит деньги просто банально. Вот, мы это видим по оборотам на МВБ, которые тоже снижаются, то есть, ну, наверное, не особо какие-то позитивные идеи, вот, а по рублю, к сожалению, мы сейчас опять же вернемся к этой, к стоимости нефти, вернемся к не очень уверенному экономическому росту, и, наверное, к ЦБ, который будет сейчас снижать ставки, все ждут уже который месяц, когда же, когда же наш банк растет. Кстати, здесь опять нет, вот, такой стандартной картины не рисуется, да, что если все ждут чего-то, да, все ждут чего-то, то происходит все с точностью да наоборот. Ну, я не уверен, конечно, что ЦБ будет поднимать ставку уже, но, как минимум, может оставить ее в мае, июне, июль. Ну, к сожалению, да, ставить может, потому что, как сказать, предсказать момент, когда регулятор решится, да, на какие-то действия, вот, в мае или в июне, это тяжело, но с точки зрения инфляции, которая действительно сейчас будет активно замедляться в ближайшие месяцы. Активно будет замедляться она в связи с чем? Ну, в первую очередь сейчас у нас идет фактор базы, низкая база прошлого года, когда у нас инфляция падала, там, на рекордные 34 процента из-за переноса тарифов, да, и мы, соответственно, сейчас сравнивали с теми ценами. Вот с июля у нас уже этот фактор нивелируется, он выравнивается, вот, опять же, фактор низкого урожая прошлого года из-за засухи, он опять, по мере поступления на урожай он будет закрываться, и поэтому, в принципе, даже без активных каких-то действий ЦБ, вот, ну, я думаю, что в 5-6 процентов по итогам года мы просто спокойно выходим сами по себе. Соответственно, благодаря этому Банк России получает возможность маневра какого-то с процентной политикой, и мы видим ослабление экономики, то есть логически было бы предположить, что Банк России на это пойдет. А насколько глубоко? Ну, я думаю, что... Я где-то цифры видел, что, ну, правда, временной перспективы я не помню, но кто-то озвучивал цифры, что-то в районе 4-5 процентов ставку рефинансирования. Мне кажется, это очень... Чересчур, наверное. Чересчур, да, то есть я думаю, что в лучшем случае это где-то полпроцента снижение ставки до конца года. В два захода, да? Ну, да, я думаю, что это как-то более интересно. Как тебе видится политика ЦБ? В связи с приходом, видимо, нового руководства, об этом надо упомянуть, хотя мы все уже... Мы уже знаем об этом. На самом деле там поставку рефинансирования, она только налоговые функции имеет, поэтому в основном смотрю на динамику репо и на ставки по репо. Соответственно, и на мой взгляд, снижение будет умеренным. То есть я жду 0,25, возможно, уже в мае. А если ЦБ решит, что надо посмотреть на эффект от индексации тарифов, который произойдет с 1 июля, то, соответственно, можно и повременить снижением ставок. Но вряд ли повременить, с учетом того, что такое большое давление и столько высказываний уже было. Поэтому, на мой взгляд, вопрос с моим уже решен. А дальше, к концу года уже, по итогам сентября, будут смотреть, как там идет экономика. Как там поживает экономика. Но ты сильное снижение тоже, да, не прогнозируешь, не видишь сильного снижения? Ну, на мой взгляд, будет сложно уложиться в пределах 6%, хотя и сильно 6% инфляции не выйдем. То есть, на мой взгляд, масштаб для снижения пока что не более полпроцентного пункта. Хорошо. Хорошо. Значит, про динамику рубля мы поговорили. Ну, и давайте осталось немножко времени поговорим о том, что происходит на международном валютном рынке. Ну, начнем наверняка с евро-доллара. Сегодня мы его упоминали уже. Вот он находится достаточно комфортный. Ну, видимо, если я гляжу на долгосрочный график, ему там нравится. Он находится на достаточно комфортном уровне. 1,30, да, то есть 1 евро стоит до 30 центов. Ну, и уже, если говорить о последних событиях, на протяжении нескольких недель, не хочет покидать этот диапазон узкий 30-31 с небольшими проколами. И опять динамику и пары евро-доллар. Давайте свяжем с тем, о чем мы уже говорили, что мы обсуждали с возможными факторами за и против глобального роста. Что будет с евро-долларом, Наташ, на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, евро-доллар... Сразу скажи, что он придет к паритету, причем придет это, да, и сразу число. И число. Ой, нет, к паритету как раз не жду. Мне просто нравятся подобные предсказания, часто слушаю я их. По состоянию там 12 часов дня. 12 часов дня до 21 февраля. Придем к паритету. Ура! Да. Смешно. Давай, Наташа. Ну, соответственно, мне кажется, он действительно сейчас нащупывает какие-то фундаментальные уровни, потому что, с одной стороны, мы видим слабую экономику еврозоны, перспективы снижения ставок ЕЦБ, с другой стороны, мы видим активное печатание денег ФРС непрекращающиеся, да, и даже пока как бы не снижающиеся, и, опять же, некоторое замедление темпов роста экономики США. То есть, в принципе, на мой взгляд, все-таки слабая экономика еврозоны сейчас будет выходить на первый план, ожидание, ну, вот локально там в ближайший месяц, не месяц даже, наверное, ожидание ближайшей недели до заседания ЕЦБ, вот это ожидание снижения ставок в ближайшее время, оно будет как-то муссировано, более активно давить на рынок, соответственно, я жду, что евродоллар все-таки скорректируется пониже, чем 1,30, вот, но глобально... Ну, дальнейшего падения, я такой... Ну, до конца года, я думаю, что 1,25-1,30, такой широкий коридор, он, в принципе, достаточно фундаментально обоснован для данной пары. Кстати, если вспоминать все-таки статистику из еврозоны и в Германии в той числе, да, там, какие-то сигналы опять о рецессии, о стагнации, наверное, выгоднее было бы подешевле евро-то сделать. Ну, да, я думаю, что сейчас логично его будут немножко проталкивать вниз, да. 1,20 куда-нибудь, да. Но пока мы не видим какого-то разворачивания политического кризиса в еврозоне или там банкротства каких-то стран, вот, которые прямо на носу все-таки там сильно ниже, он тоже как-то не пойдет. Не видится. Лен, как вы думаете? Ну, в общем-то, я с вами согласна в этом случае, потому что мне тоже кажется, что диапазон, правда, к концу года, наверное, и выше 1,30 можем увидеть евро, поскольку если экономика накачивается такими темпами, деньгами, а продолжает расти, то, соответственно, выходят на передний план инфляционные риски по США. Ну, сохранение, там, такой широкий диапазон, на мой взгляд, это самый вероятный сценарий. С 1,20 нижней границы, где-то там 1,30-1,35. То есть о революционных цифрах никаких речи не идет? Ну, о паритете или 1,60? Ну, о революционных. Мы тогда революции увидели. Да, 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 совершенно верно. То есть революционные котировки должны соответствовать или быть внутри каких-то революционных событий. Слава Богу, мы их не ждем. Последние две минутки, и у меня еще один вопрос к вам, ну, прежде всего, как к аналитикам, во вторую очередь, может быть, как к дамам. Недавняя ситуация на рынке золота, да, многих очень сильно, ну, если не разочаровало, то, по крайней мере, многие понервничали по этому поводу. Вот золото более-менее нащупало опору. Ну, надолго ли вот этот вопрос, собственно, я хочу вам задать, в районе 1300 за унцию, что будет с этим металлом, Наташа, в ближайшее время, как ты думаешь? Ну, я думаю, что золото последние годы было достаточно интересным активом. Туда заходили с спекулятивной целью, да, и сейчас мы видели выход массовый из данного актива. Минус спекулянтов, да? Да, то есть я считаю, что, в принципе, фундаментальная цена на золото, она может вернуться там в диапазон 1400-1450, потому что достаточно хорошие уровни при отсутствии каких-то катаклизмов мировой экономики, которых, мне кажется, сейчас никто не ждет, вот, но, тем не менее, ожидать там дальнейшего роста, восстановления там отметки. Да, 2000-2500. Да, 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 вот этого тоже нельзя, потому что, ну, актив потерял свою ценность в глазах спекулянтов, как постоянно растущий актив, собственно. Вот, поэтому я жду умеренного роста золота, восстановления позиций, но без каких-то резких всплесков. Я понял, Лен, как ты смотришь на золото? Я, на самом деле, золото никогда не прогнозировала, и боюсь его прогнозировать, потому что, ну, с одной стороны, вот, в конкурентной девальвации включилась Япония, и как дальше это будет выражаться, никто не скажет, а с другой стороны, с стороны спроса, ну, полностью, спроса там в полностью спекулятивный, то есть движение по золоту может быть в ту или иную сторону. И то, что мы увидели... В равной динамике и с равной, да, с равной вероятностью. Да, он упал на золото, упало на опасение, что вдруг, а если Италия начнет продавать, как Кипр будет продавать. Ну, Кипр, это там, сколько там золота, золотовалютный запас, и Кипр там опасения о том, что такая схема. Я понял. Лена, спасибо огромное, и, к сожалению, не успею вас представить. Благодарность еще раз Лену, Наташу. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok